Это означает, что камни, что кристаллы этого холма. Саки приходили сюда, на этот холм, и рисовали здесь читры, различные рисунки. И эти рисунки являли собой выражение какого-либо желания. Что бы они не рисовали, по благословению этих Чинтамани Враджа, все это исполнялось. Эти камни являются читрышилами, потому что, когда они находятся под лучами солнца, то они отблескивают разными цветами. И временами картинки тоже сияют, нарисовывают. Будучи нарисованными на этих камнях. Самопроявленные картинки, которые дают определенное видение. Это удивительная природа Бриндавана Дамы. Таким образом, вы нарисовали свой рисунок на этих читрошилах. Если у вас есть какое-то желание, то вы не знаете, исполнится. Но, потому что вы пеете песню Шилы Бахтино Такура, и под руководством Гуру Парампара, поэтому все читрошилы Бахтино Такура говорят, что это песня Камала Манджри. Если вы находитесь под руководством своего Гуру Дэвы, и если вы спели эту песню Шилы Бахтино Такура, а Шилы Бахтино Такура это Камала Манджри, то тогда эти читры Шилы, они подумают, о, вы поете песню Камала Манджри, то тогда мы точно должны исполнить ваше желание. И мы молимся, о, мой дорогой ум, каким образом это станет реальностью, что я исполню желание своего сердца и буду служить Шираде и Крешне. Это желание снедало меня в течение долгого времени, но оно не было исполнено. И сегодня этот падший слуга присел здесь для того, чтобы помолиться Тебе. Эй, Рада, эй! Эй, Кришна Чандра! Ты — это жизнь и душа, ты — прана твоих девочек. Эй, Рада, эй, Кришна Чандра! Ты — жизнь своих преданных, жизнь и душа своих преданных. Пожалуйста, надели своего падшего услугой этим даром Югала Бахти. Не смотри на меня, думая, что у меня нет преданности. Не пренебрегай меня, лишь потому что я лишен Бахти. Пожалуйста, надели этого глупца чистым знанием и правильными наставлениями. Я признаю, что меня всегда снедает жажда к чувственному наслаждению. И у меня нет квалификации к этому. Поэтому, пожалуйста, даруй мне адикар, чтобы принять участие в Югала Виласе. Я очень сильно переживаю, потому что жизнь краткосрочна, быстротечна. Настолько она хрупкая, настолько непостоянная, может оборваться в любое мгновение. И время реки быстро смывает меня своими водами, и скоро я встречусь с океаном смерти. О Кришна, эти дни, которые прошли, более никогда не вернусь. Я потратил зря свою воду. Что же мне теперь остается делать? О Кришна, Ты являешься другом всех падших личностей. Я молю Тебя, потому что я знаю, что Ты являешься океаном безграничной милости. У меня нет никакой благочестивой деятельности. Я новичок, я неофит на этом пути духовности. И я ничего не понимаю о Бхакти. Поэтому, не потому что у меня есть какие-то качества, но по своим благим качествам, пожалуйста, сделай меня своим. И extinguish the suffering of my material existence. О, еще одна вещь. Сиддадеха, дай мне Моей сиддадехой, духовной формой. И позволь мне вкушать нектар в служение Тебе. Если ты размышляешь, какую же пользу от этого ты обретешь, то я скажу, если даже силой ты побудешь меня пить нектар према, то я сойду с ума. I now sing your glories at the top of my voice and you can hear it. You can listen to your own glories. So, please engage me in the service of the Divine Couple in the Rasa Lila. This Ayogya Kinkari is a very unqualified servant of Lalita Saki. He is praying for this at your lotus feet. So, what you have sung here in this place from your heart must come true. So, now with Kirtan we go over the top of the hill. Look, in many places there are footprints of the Saki. And also there are bowls and plates where they take a picnic here. Like a Bojantali is the place of the cowherd boys taking lunch. This is the place where the girls have their picnic. Like a Bojantali is the place where the boys and the girls have a picnic. Like this place is the place where the girls have a picnic. Sometimes the uninvited guest shows up there. In the meantime there is some invited guest who can suddenly appear. Saki giri parvati ki! Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Продолжение следует... Деха означает тело. Очень интересная глила произошла тут. Однажды жил брахман. Он очень сильно переживал. Потому что дочь уже подросла, уже наступает время женить ее. А денег у него нет, чтобы дать ей преданное. И он пришел сюда. Он думал, наверняка, если я приду во Враджа Мандалу, обитель Господа, он проявит свою милость ко мне, Кришна. Стал молиться, Кришна, пожалуйста, пролей свою милость на меня. И как только он позвал Кришну по имени, Кришна предстал перед ним. Продолжение следует... И когда Кришна услышал слова, дай мне бесценное сокровище, все, что пришло на ум Кришни, это Радха. Хорошо, Кришна сказал, я дам тебе Шримати Радхику. А Браман еще пуще разревелся тогда. Ой, какой ужас, горе мне, горе. Кришна сказал, что такое? Он сказал, что раньше у меня была одна дочь, которая не мог позволить тебе выдать замуж. Сейчас у меня две будет. Я не хочу еще одну дочь. Не буду брать. Кришна думал, что же делать? Он сказал, хорошо, я могу обратить Радхику, но если я ее взял за同じ вес, в голуби и вебинах. Хорошо, Кришна сказал, я заберу Радхику обратно, я обменяю просто ее вес на вес золота и самоцвета. И вы видите, вон весы. В одной чаше весов сидит Радхика, а Кришна туда складывает золото, всякие украшения. И когда набралось достаточно, чаш и весов уравнялись, тогда Кришна забрал Радхику, а Браман довольный, схватил все сокровище. Вы, наверное, все думаете, какой глупый Брахман. На самом деле мы все в этом положении, этого Брахмана, в этом мире находимся. Кришна настолько великодушен, Он хочет подарить нам лотосные стопы Радхики. А мы не хотим, мы хотим все, что связано с этим телом, мы предвзяты нашим материальным телом. Поэтому мы отвергаем и отказываемся от этого бесценного дара, служения лотосным стопам Радхики. И радуемся только, когда нам достается какое-то мирское богатство, какие-то денежки появились, возможности их потратить на что-то, на какое-то удовольствие. Тогда мы действительно ликуем и думаем, что нам повезло в жизни. Стримат Бхагатам поясняет, что есть четыре вида буддхи, интеллекта. Это называется Атма-буддхи, Ниджа-буддхи, Иджа-буддхи, и printing 본. Атма-будхи, ниджа-будхи, иджа-будхи и тирха-будхи. Если у вас Атма-будхи, то есть интеллигенция, что Атма это тело, или тело это Атма, то есть Атма-будхи, то есть Атма-будхи, то есть вы отождествляете себя с телом, считаете, что истинное Я это и есть вот это грубое тонкое тело, то вы не лучший осла. Атма-будхи means what is my self. So my self is this body. Если вы думаете, что Я это, вот это тело. Потом вторая категория будхи, это ниджа-будхи, что моё, что ко мне относится. Если вы думаете, что ваш мужик, твоя жена, твои дети и родители, они все твои, то это ниджа-будхи. Чувство собственности по отношению к своим родственникам, близким, возлюбленным, каким-то объектам, вы думаете, это всё моё. Тоже как осёл тогда. Ииджа-будхи means what is ija worshipable. If you think that the deities of the demigods, they are worshipable. These are made of clay. Earth. Earth can never be worshipable. Or if you think that the earth, the soil of the place where you were born, this is worshipable. А может думаете, что место вашего рождения, это объект поклонения, ваша Родина. I love the motherland, Russia. Думаете, моя матушка, Россия, Родина моя. Viva la France. Deutschland über alles. Rue Britannia. Everyone thinks my country is holy and worshipable. Всегда люди уверены, что то место, где они родились, это самое лучшее место на земле. Ииджа-будхи. Это проявление. The consciousness of what is worshipable to those whose consciousness is in the same level as the elements. Ииджа-будхи. Такой как-то животный образ мышления. Вы думаете, всё, что как-то с нами связано, всё вот это, что это достойно почтения. Искажение ценностей. Вы должны понимать, что вы просто путешественник. Вы сидите там в поезде в купе. Часто приходится сменять поезда, когда вы движетесь куда-то в каком-то маршруту направлении. Вы сели в один поезд. И сидите там сутки, едете, и там несколько человек, других пассажиров, вы с ними знакомитесь, вместе едете. По пути некоторые сходят на своих станциях, новые сходят, садятся. Вам тоже придётся, ваша станция, место назначения подходит, вы сойдёте с поезда. Таким образом, все твои друзьями, семьи, ваша страна, всё. Это только, как рейтинг на машине. И аналогично этому, это наша жизнь. Где мы рождаемся, с кем мы знакомимся, в чьей семье мы рождаемся. Люди, которых мы встречаем, с которыми мы разлучаемся. Это все как попутчики в этом путешествии нашем. А все они нам никто на самом деле. Кто-то заходит в поезд, это кто-то рождается в семье. А кто-то сходит с поезда, ну, родственники какие-то умерли. А нам кажется, что мы навсегда в этом купе останемся и всегда там будем сидеть и ехать. Вот это поразительная сила Майи. Залезли в купе и начинаем там генеральный ремонт делать всё, украшать, строить, чинить. И люди, которые думают, что цель паломничества это просто окропить голову в святом водоеме, поклониться святому месту. Что это смысл паломничества, они тоже как ослы. Потому что весь смысл посещения святого места это встретить святую личность там и общаться. Смысл и цель это найти саду-сангу в процессе общения с саду у нас тогда обрубается все вот эти мирские отождествления. И саду вложит в сердце такие самскары, впечатления о наших вечных отношениях с Кришной. Саднаути, садаяти, ити саду. Это круг общения, который вдохновляет нас на то, как правильно совершать садану, духовную практику. И тогда мы можем считать свое паломничество, посещение святого места успешным. И когда у преданного появляется такая привязанность к саду-санги и общению с саду, тогда преданный восходит на уровень мадья-адикари. О, Вашнавтакур, ты моя атма, ты для меня дороже всего, ты мое я и моя душа. Только ты единственное, что у меня есть. Иджа-будди. О, Вашнавтакур, ты объект моего поклонения. Тирта-будди. О, only your association is the real тиртхаятра, or visit to the holy place. Общение с тобой саду и есть тиртхаятра, паломничество. О, А. Шрила Бактинрот Pantherа, конечно, очень важно. Только когда мы создали эту любовь и тиртхаяθа, Потому что, когда возникнет привязанность рати к стопам чистого Вашнава, тогда все наши мирские анардхи и привязанности снизойдут на нет полностью. И когда мы избавимся от нехороших качеств в сердце и будем практиковать садхану, тогда возникнет новый вид тела у нас, дехи. Новая деха появится у нас. Прекрасный облик, Ваше истинное Я, форма Вашей Душе влила в Кришны. И в этом месте нужно молиться, чтобы мы избавились от отождествления себя с телом и, главное, от Пуруша Абимана, считая себя наслаждающимся. И в надежде, что мы сможем должным образом осознать, принять свою Апракрита Деху, духовное тело. Прекрасный облик, Ваше истинное тело. Адхи-кан. Бхакти Винода Дакура осознал это. Он сказал, О Канна, Кришна, сегодня я бросил этот дух наслаждения. И стал твоей кинкари, служанкой. Под руководством твоих саки. Я буду собирать цветы, делать из них красивые гирлянды. И буду старшей своей саки передавать эту гирлянду. Она уже подойдет к Радхи-кришне и оденет на них. А я буду с удивлением наблюдать издалека. Это наше вечное положение. Поклонитесь этому месту. Это наше праздничное место Деха-кунд. И с киртаном мы сейчас идем к Учагану. И обратитесь в молитву этому святому месту Деха-кунды. И с киртаном мы пойдем вверх. Туда, к Валитисаки, в Учаган. Си Деха-кунда ки-чан. Си Чаган Баргама ки-чан. Си Чаган Баргама ки-чан. Бхурупе Мананде. Бхурупе Мананде. Бхурупе Манде. Бхурупе Манде ею к具魚 рухуform. Бхурута Манде. spearхурувоспеУра. Мы сейчас тренируем великолепные качества Лалиты Сайки. Мы можем считать, что этот Лалитастикам Шрила Рупа Басвами является очень большим Лалиты Сайки. Ты знаешь меня как лалитастику лалиты? Лалите Сайки. Если ежедневно вы будете петь эту Астику, то лалита будет являть вам себя и все свои длинные качества и силы. Каковоif Лалитастикамhen? Какова природа Лалита Саки? In the first verse, Rukhava Swampari says, Rādhāma kundhā pādrasam pākāramabhinā. If some drops of perspiration appear on the lotus feet of the Lord Krishna, then Lalita Saki runs there with such eagerness, such enthusiasm as if she were to assume 100,000 bodies just to come and wipe away one drop of perspiration. The implication is that she lives for the happiness of Radha Krishna. She cannot tolerate the slightest inconvenience to Aydrāti. She has. Her love is called samasneha, equal love for Radha and Krishna. If Krishna is behaving in a way which is unjust, then Radhika is suffering. She will show more love for Radhika than Rukhava. If Radhika is being unreasonable and causing undue distress to Krishna, then she will show more love for Krishna. But this is all show. She has beautiful love for both of them. Only it seems that she loves one more than another, depending on the circumstances. Because she is feeling the joys and sorrows of both of them. Because she is feeling the joys and sorrows of both of them. She is a progalba. She is very bold. She can speak harsh words. She can be aggressive. But where is this progalbata coming from, this boldness? She is a soul of the shesha. It is coming due to an infinite friendship for Radhika. Sometimes Radhika Saki will bring Radhika and Avisar on a secret journey through the forest to meet him. Krishna is very happy to see Radhika. And Lalita Saki offers Radhika to Krishna. Krishna impetuously grabs Radhika and embraces her very heart. Then Lalita Saki grabs Radhika and pulls her back. How can an intelligent person give a very delicate lotus flower to a wild elephant? In this way Lalita Saki is very bold, protecting Radhika, making sure that Krishna is like a gentleman. So understand, though she is bold, this boldness is coming spontaneously, it is intense friendship for Radhika and Krishna. The beauty of her face chastises the rays of the full moon. The beauty of her face chastises the rays of the full moon. And she is famous for being most expert at the art of decorating Shri Mati Radhika. So this art of decorating Radhika, this is not only how to make her cosmetics and ornaments arranged in an attractive way, but is also Rasa Seba. As she is decorating, she talks to Shri Mati Radhika and she inflames her anticipation of meeting with Krishna. When she is drawing a pattern in colored dots of sandalwood paste on the forehead of Radhika, she pronounces a blessing. Oh, may these decorations be melted by your perspiration and drip onto the forehead of Krishna to decorate. This is her, Radha Prasadhana, her faith in expertise of decorating Radhika. That is her talent, which is the expertise of how to prepare for good creation. I will say, yes, 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 yes. Yes, that is my name. Lalita Devi's dress is the color of the multicolored tail feathers of her ecstatically dancing peacock. The color of Lalita represents the color of a pavli and the dance. They also also have various colors. И её комплексия преодолевает голодные радости Городчана. Этот Городчана из-за вагонов, когда дождь из-за свати, то капли дождя касаются рогов и коров, а золотистая краска. Пробор в волосах Ларита украшен красной синдурой. Радарани gives advice to, sorry, Ларита дает наставление Радарани. She is 27 days older than Radhika. But she in the spiritual world is a long time. So she is more experienced. And she gives advice to Radhika to protect her. She said, Radhika, listen to me. I'm giving you instructions. It's for your own good. If you want to be happy, you should follow what I'm telling you. You should understand that a hero quickly becomes tired and bored with a heroine who is submissive. Don't be submissive to Krishna. Kalanka means bad reputation. We can see Lalita is such close friends with Radhika. You should be very firmly the contrary. If Krishna is coming, ignore him. If he sits on this side, turn this way. If he sits on that side, turn that way. When you talk to him, if he is on this side, then your eyes look that way. And talk from this side of your mouth. Very good. Keep Krishna guessing what's going on. Listen to me. I'm telling you good advice. I'm telling you good advice. Radhamma bhim prajapate krittamat pacheyna kutamma nāga fi vilo kamilo itakshyam. I give my pranam to Lalita Sakhi. She can chastise even Krishna. If Krishna has done something wrong, but then he arrives there to meet Radhika, speaking very sweet words, with a most humble and gentle feeling. Lalita will not fall for it. Anyone else would be convinced. But Lalita Sakhi can see through Krishna. Oh, Krishna, you are so gentle. I have never in my life seen such gentleness before. You are as gentle as the sun in the autumn season. Putanagatana. Putanagatana means when you are a little baby you kill Putanagatana. Putanagatana. Since you were born, you are cruel to women. But now you cannot stop. That you are gentle like the sun in the Shara-dru, the autumn season. means that according to Ayurveda, though the sun is not fierce in the autumn season, but it increases Pitta and gives you health problems. So the gentleness of the autumn sun is only apparent, but not actual. This is why Lalita said, you are very gentle like Devishara in the sun. She knows how to rebuke Krishna with very sharp words. Who is in Krishna who is actually quite shameless to feel ashamed. And Krishna by the nature of the sun is still alive. But Lalita can feel like he is really sad. But Lalita is the object of the great affection of Mother Yashoda. Lalita is the object of the great affection of Mother Yashoda. Mother Yashoda has such love for Radhika, not less than her love for Krishna. So how can she not have a deep attachment to that best friend of Radhika, who always stays with her and is always watching out for her benefit? And she is the Shiksha Guru of all the Sakis. She is even the Shiksha Guru of Radhika. One day, when Sakisha of Chandrawali came, and Radharani was very respectful, and she was holy. And she went away. Then the lady said, Radhika, you are doing everything wrong. What is this? I noticed the other day, when Krishna touched you, you began to tremble. How can you tremble? That's why he is touched. Then what will happen in the other past types? Be pragalba. Be strong. Then Krishna will be more attractive. And what is this? If you are respectful to the gopis in the anti-party, then it will diminish your stature in the social standing. So stop being so soft. Don't be soft with the Raiosakis, and be very bold with Krishna also. Lali Tasaki has a training camp. Alright Radhika, today we are going to practice going on Abhisar's secret journey through the jungle at night in the dark, in the rain. Because you have to be ready. So then in Radhika's courtyard, Lalita Saki had the servants throw water down in the courtyard and make it very sleepy and muddy. In the garden of Radhika, Lalita told her to put water on the ground. Then sprinkled thorns in the mud. Then blindfold Radhika. Then blindfold Radhika. And then Lalita would tell her, would train her, how to run through the slippery mud and thorns without being able to see. In this way, Lalita Saki is training to run all the skills necessary for Krishna's service. and to prepare Radhika and to prepare Radhika and to prepare Radhika for everything that needs. Suddenly, Lalita Saki pulls out painting of a cobra. So Radhika can practice not being afraid. In this way, Lalita Saki is taking care of Radhika and training her. Another quality of Lalita. She's always on the lookout for new talent. So, if any young girl is wandering through Bradhika and Lalita Saki detects that this girl has an inclination to the service of Radhika. Then she'll immediately adopt that girl, take her under her wing and give her opportunity to serve Radhika. If Lalita will arrange for you to serve Radhika, then Radhika must accept because she's a bit scared of Lalita. She doesn't want to make her angry at any cost. So, our Raghunath Daska Swami has prayed to Lalita Saki. So, when will that day come? When Lalita will bring you to the into the presence of Radhika into the presence of Radhika. And say, Oh Radhika, I have brought for you this Apurava Lavanya Bati Sundari, this unprecedentedly radiant young girl. And she'll be your new maid servant. And Radhika will be your new maid servant. And Radharani is naturally shy. But on the inspiration of Lalita, Radhika will embrace me. Then, taking me by the hand, she'll lead me to a solitary place. And say, I want to teach you a new poem I have written. And Radhika teaches poetry to her new maid servant. So that during Rasalila she can recite it for the joy of Krishna. And Radhika will call me and say, I want to show you the script of my new drama. You can play this song. Learn your lines. After I have learnt the lines, they now come together with other mandiris and Radharani will show us how to act it. And it will be a very special surprise. In the dramas written by Radhika, the hero is always Krishna. And when Krishna sees these dramas, his heart is completely melted. You know that brain can never be expressed in words directly. Because the brave love is like a candle burning in the heart. Because the brave love is like a candle burning in the heart. Because the brave love is like a candle burning in the heart. And if the mouth will open, then the wind of pride will come and blow down. And if the wind of pride will come and blow down. And the wind of pride will come and blow down. So true love is never spoken. So true love is never spoken. So true love is never spoken. It is understood without words. It is understood without words. That is why the most common phrase today is I love you. Because it is all cheating and lust on me. So what Radhika cannot tell to Krishna directly in words, she can say through this performing and drama. And if Radhika cannot be expressed in words with Krishna, then she can say through this performing and drama. Praheli, good artapo. Radharani will teach me Praheli. That means riddles. So when she meets together with Krishna and the Sakis, then it is very important to prove to Krishna that the gopis are more smart than he is. So if Radhika can compose a very beautiful riddle and teach it to one of the younger girls, and then Krishna is defeated by a young girl, then that will be more satisfied with you. So when it is time for joking and riddles, then I will say to Krishna, Krishna answer my question. What is Shuddha? Pure. And in Tamas at the same time. What is Baal? Young and Brida? Old and mature at the same time. And what is Mukta? Liberated. And the Bunda bound. At the same time. Then Christopher, how can we be young and old at the same time? Bound and liberated at the same time? Pure and Tamas? Dark at the same time? And he says, Aha! I know! I know! It is Baal. This head. And it is also the Baal in Jam. And it is Brida. It is fully grown. In Brida means old. So, hair, and fully grown. And it is Banda, bound. But sometimes in the Kunji becomes Upta also. Very good. And it is Shuddha pure. But Tamas, very black. So, when Krishna discovered this old gopis, began to laugh. When will I render such services, being taught these arts by Radhi? When will Radhi call me and take me alone and give me a bina and teach me how to place some people to use rabbis on the bina? She will teach me in such a way, that I am not only playing on the strings of the vina, but you will play on the heart strings of Krishna. She will teach me in such a way, that I am not only playing on the strings of the vina, but you will play on the heart strings of Krishna. How will it be possible? Only if Lalita Sakhi will bring me and offer me entire person. It is possible, only if Lalita will take me alone. And will give me a bina and give me a bina. So, Bhagavad Swami is saying, When Lalita spots some new talent in Vradi, catch that girl and fulfill all her service inspiration. So Lalita always is the chief of all Radhika's friends. Lalita Sakhi is the chief of all Radhika's friends. And in her life she has determined, that the greatest Maha 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 Mhatsav is just the meeting of Radha and Krishna. For Lalita Sakhi, the meeting of Radha Krishna is all her birthdays and all Janmas tamis, radastamis and jacorduses and all the holidays together. All festivals in one when Radha Krishna meets. But she is very careful that Krishna should appreciate Radha. So if there is any discrepancy in Krishna's behavior, Lalita is watching. One day Krishna was coming to meet Radhika. At once, in the distance, Radhika saw him and began to smile. Lalita said, stop! You should frown! So then Radhika tried to frown. But it was impossible. She said, Lalita, you taught me 100 different ways of frowning. And I practiced them. In front of Amira. But now I see Krishna's coming. I forgot everything. Shriva Raghunatha Das Data Swami produces. Raghunatha Das unwilling Sangh Nabi Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok You are very good at untying knots Please help me to untie the knot of man in Radhrani's heart Помоги мне развязать этот узел мана в сердце Радики Субтитры сделал DimaTorzok When Rati Manjeri spoke in a light way, Krishna was not interested And when Rati Manjeri spoke in a light way, Krishna was not impressed He was crying and calling Allah again and again He explained, this situation is not what you say I am innocent I have been framed by the Chandravali's friends They don't want me to meet with Radhika So they have made it look as if I have done something wrong And so by not meeting with Radhika, by you not accepting me, then they are winning They will be laughing at you In this way Krishna spoke many sweet words And James melted the heart of Radhi Manjeri She considered everything very carefully And she looked at Krishna And he looked very sincere But you know of 64 qualities of Krishna, one is Gangvira That means that by looking at him, you have no idea what is actually going on inside So anyway her mind was changed But all the way he managed to do it For the sake of Krishna, Gandhava, Charana, Bhattitam I will, Krishna cannot go into Kunch But Rathi Manjeri has a free pass So when will I go directly into the Kunch and fall at the feet of Radharani? Она думает, когда же я просто пойду прямо в Худжу, и подумал, что помрать в них, и буду за Кришну, заболвлю слово за Кришну. Then, Лалита Сахи will see. Вы тратен. И, с очень жестокими, грубыми словами, очень жестокими, грубыми словами, she'll catch me, and throw me out from the community. And, don't come back! And she'll throw me out like this. For many days I'll be bereft of Radicus. And burning in a fire worse than the polite destruction of the universe. But, in the end, Лалитри is very good. Though, Лалитри is Пракара. You know, there are two extreme groups. Пракара, sharp, and harsh, and red, and soft. But, under certain extreme circumstances, even who is Пракара like Лалита can become medley. Даже такая жесткая девушка, как Лалита, может стать очень мягкой, при каких-то особых обстоятельствах. It was a dark night. It was raining so heavily. It was raining. And Krishna showed up at the door. And Krishna showed up at the door. And Krishna showed up at the door. And Krishna opened the door. And Krishna looked like he was completely... And what can Lalita do? 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 Even she will go... If Radica is unrelenting, she will fall at the feet of Radica. And she is a man of pride. And she is a man of pride. She is a man of pride. And he looks so happy. How is it not? So Lalita can be harsh only for so long. Because Lalita can be harsh only for so long. So one day, Lalita will send for me as a man, but she is a man of pride. Наверняка пройдут какие-то дни, и потом Лолита пришлет за мной. Позволит мне вернуться обратно в Кунжо-Радике. Радика радостно поприветствует меня, обнимет меня. А я буду рыдать с горючими слезами. Радика расплачется. И Лолита тоже растрогается и заплачет. Это Суридрати. Любовь между подругами. Вы очень рады, что вы смогли посетить это место. Эжедневно не пренебрегайте этими молитвами, не забывайте о них. Молитвы Руху Госвами Рагуна Тудас Госвами. Их нужно повторять ежедневно. Руху Госвами стенд. В последнем пуплете Руху Госвами говорит. Пустосердечный человек с радостной и селым сердцем, который будет повторять детьми. Пистосердечный человек с радостью, веселым сердцем, который будет повторять эту аштаку, прославляя Лалиту, он получит возможность быть приведенным к Радике самой Лалитой. В Веданта Сутре говорится, что Мукта-Паруша, liberating person, has саттья-санкалпа, что если он совершит promise, то это будет верно. Рупу Госвами – это жертвенность, где Мукта-Махапаруша. Он не был в любом состоянии, он не был в любом состоянии. Он был в Кайавюхе, который был в Божьем-Махапаруша. Он не получал никакое освобождение, потому что он не становился. Он был в Кайавюхе, в освобождении тела самой Лалитой. Если Рупу Госвами сказал, что те, кто посчитал эту аштаку с радостью, с радостью и пирогом, они будут обязательно срабатывать эту аштаку. Потому что он – саттья-санкалпа, то мы получаем саттья. Не только на силу нашей личности, но и на силу защиты Рупу Госвами. Потому что мы можем с энтузиазмом и уверенностью жить, не полагаясь на то, что мы там покинем на сферское силы или усилия. А значит, если мы делаем то, что Рупу Госвами говорит, то сила его саттья-санкалпы – это свершится. Силалица с аххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх该ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх Продолжение следует... Продолжение следует... Когда мы приходим к самадхе, это очень трогательное, святое мгновение в жизни, когда мы можем пообщаться с этим вайшнавом, соприкоснуться с ним как-то... По-настоящему мы не можем, не испытываем разлуку с тем, кого мы не встречали. Поэтому вначале чувство разлуки развивается, начиная с Гуру Дева. Гуру Дева помогает нам прочувствовать разлуку с вайшнавами, которых мы никогда не встречали, потому что он рассказывает нам о жизни этих вайшнавов, делится поэзией этих вайшнавов с нами. Каждый день вайшнав повторяет харинаму и погружается в транс, в самадхи. Но иногда придет такой день в жизни вайшнава, когда вайшнав испытывает такую сильную разлуку с Кришной, что он уже не хочет выходить, он не выходит уже из этого транса. И тогда это состояние вайшнава мы называем маха-самадхи. А обыватель и миряник говорят, что он умер, этот человек. Когда вы приходите к самадхи великого Ачария, понимаете, что эта личность не умер, он не мертвый. В полном осознании и испытывая блаженство общения с Кришной, этот вайшнав присутствует там. Поэтому возможность посетить самадхи великого Ачария дает нам удивительную возможность. Они всегда ждут нас, потому что эти вайшнавы там, они ждут нас. Оторвись, Рагуна Тазвасвамия бы не говорил. Иначе Рагуна Тазвасвами бы не произнес следующие слова. О, мой дорогой ум, если ты хочешь обрести непосредственное служение с Риши Радхи и Кришне, Тогда, с великой любовью, склоняйся. С великой любовью склоняйся. Пометованье. И кланяйся с величайшим почтением и взывай. О, Рай Рамананда. О, Санатана Госвами. И они вдохновят тебя. И они вдохновят тебя. Если бы эти личности умерли и уже не существовали, какой был бы толк в этом призвании Рагуна Тазвасвами обращаться к ним за помощью с молитвами? Наши пурва-ачарьи, они наши ангелы-хранители в духовной жизни. Поэтому для нас пурва-ачарьи, вот эти старшие в нашей традиции, они как ангелы-хранители для нас. И самадхи – это замечательное место, в котором вы можете навести своего ангела-хранителя. И попросить об их покровительстве и вдохновении. У нас не было бы вообще этой Чараши Крош Браджа Мандал Парикрамы, если бы ее не внедрил в Нарай Набата Госвами. Таким образом, мы все в неоплатном долгу перед Ним за то, что Он так обогатил нашу духовную жизнь. Вот эта возможность врача Мандал Парикрам – это неописуемое возможность каждого. Двanzима и Нарай Набата Госвами – это артурское – это артурское – это артурское – это артурское. Продолжение следует...